Жители Камчатки стали меньше верить дистанционным мошенникам, а в мае число пострадавших снизилось на треть по сравнению с апрелем. В прошлом месяце на уловки мошенников попали 69 человек. В общей сложности они потеряли почти 4 миллиона рублей. В апреле же камчатцы перевели мошенникам более 16 миллионов рублей. Жители полуострова стали более бдительны и меньше попадают на удочку злоумышленников. Так, в Усть-Камчатске женщина вовремя поняла, что с ней беседует телефонный мошенник и повесила трубку. Так ей удалось сохранить почти 360 тысяч рублей. Но некоторые жители полуострова все-таки продолжают верить телефонным аферистам. Так, 62-летнему жителю краевой столицы несколько раз звонили мошенники. Они сообщали, что кто-то пытается списать деньги с его карты. Пенсионеру посоветовали выполнять все, что ему говорит лже-сотрудник банка. Поддавшись на уговоры, мужчина перевел мошенникам 390 тысяч рублей. Камчатская прокуратура напоминает, что сотрудники службы безопасности банка не звонят владельцам карт по поводу движения денег по счетам. Если появились сомнения, необходимо перезвонить по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты, и уточнить всю информацию. Субтитры создавал DimaTorzok